Мы оказываем услуги по установке натяжных потолков, но клиентов немного. Когда нет своих заказов, подрабатываем на фирме монтажными потолками, ну, монтажниками потолков. Так вот, у фирмы заказов очень много, хотя цены у них выше. Посоветуй, пожалуйста, где и как лучше разместить рекламу. Опыта совсем мало и стараемся сбречь каждую копейку заработанных денег и пустить их в дело. Мне угрожает мой бывший начальник, у него хорошие отношения с органами. Я у него раньше работал, но он банкротился и говорит, вы испортили все. Он сам не понимает бизнес, я понял стратегии, читаю вашу книгу. Я не местный, сам из Узбекистана, но хотел в Казахстане открыть магазин. Ответьте, пожалуйста, как мне поступить? Хочу создать денежный поток, инвестировать в недвижимость. Есть небольшое накопление, 40 тысяч долларов. Подскажите, пожалуйста, как правильно подобрать подходящий объект, а также как правильно провести анализ? Я врач-стоматолог, решил открыть клинику в Астане без какого-либо бизнес-плана. Арендовала клинику. В течение этого месяца поняла, что вся клиника держится на мне. Резко упала прибыл, количество пациентов уменьшилось. Вот так, следующее, Аслам, Олег, я из Казахстана, у меня долг превышает 6 миллионов тенге. Я прочитал вашу книгу «Дальгитая на глазах». Вопрос, квартиру взял в долг? Основной долг – это квартира. Мне продать или рассчитаться? На долг висит уже больше года, но долг висит уже больше года. Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие наши слушатели, дорогие наши читатели. Спасибо, что смотрите рубрика «Вопросы до Влатову». Сдавайте актуальные вопросы, всегда отвечу. Под этой рубрикой есть почта, пишите свои вопросы именно туда. В комментариях не надо писать вопросы, в комментариях надо писать только иногда свое мнение, свои советы, добрые советы, положительные, возможно, урок, который вы получали из этой рубрики. Под этой рубрикой есть кнопки «Еще», нажимайте, туда открывается график тренинги, ближайшие тренинги и список города, где или магазинов, где вы можете покупать наши книги. Потому что часто рубрики нам пишут в комментариях, где можно купить книги и так далее. Дорогие друзья, хочу ответить на несколько вопросов по бизнесу. Здравствуйте, уважаемый Садмирот Довлатов. Недавно с другом занялись небольшой бизнесом. Мы оказываем услуги по установке натяжных потолков. Но клиентов немного. Когда нет своих заказов, подрабатываем на фирме монтажниками потолков. Так вот, у фирмы заказов очень много, хотя цены у них выше. Посоветуй, пожалуйста, где и как лучше разместить рекламу. Опыта совсем мало. И стараемся сбречь каждую копейку заработанных денег и пустить их в дело. Спасибо вам огромное за ваш бесценный труд. С уважением, Михаил. Украина. Михаил, дорогой, если вы уже работаете с этой компанией, вы таким образом можете себе еще базу создать. У вас дело в том, что вы не делали анализ конкурентов. Делайте просто анализ конкурентов. И посмотрите, где они размещают свои рекламы. Потому что в разном городе разные рекламы работают. У кого-то, в какой-то городе хорошо работают соцсети. В какой-то городе хорошо работают строительные магазины. Просто вы размещаете там какой-то вашей афиши или рекламы, или что-то в строительных магазинах и так далее. Потому что кто ремонт делает. Или у кого-то работает хорошо, когда вы идете прямо в то новое здание, стройка, где идет, прямо приклейте афиши ваши в лифте или там прямо возле этого дома и так далее. Это очень хорошо работает. Потом я рекомендую вам еще каждый раз, когда в каком-то доме вы делите натяжные потолки, ставьте такой-то паучок внизу на входе. Что, например, в 58-м квартире делятся в дальний момент натяжные потолки вот эта бригада или эта компания. А пока вы там делите, люди все равно заходят, выходят, заходят, выходят, будут запоминать эти вещи. Уловили? Это прямо в холле, прямо на входе перед ресепшнами, или там если как, там если она есть, то нет. Просто в холле, в любом доме, когда заходите, прямо подъезде поставьте, прямо на первом этаже. Пусть люди узнают, что в каком-то таком-то квартире выделили работу, если захотят, могут подойти, посмотреть. И вы таким образом, быстро работая в одном квартире, вы найдете 2-3 новых клиента. Работая в одном квартире, найдете 2-3 новых клиента. И у вас будет всегда поток новых клиентов. Вот, Михаил, очень важно изучать маркетинг ваших конкурентов. Вы же работаете в этом компании. Посмотрите, какие маркетинги они используют. Ответьте, пожалуйста, мне угрожает мой бывший начальник. У него хорошее отношение с органами. Я у него раньше работал, но он банкротился и говорит, вы испортили все. Он сам не понимает бизнес. Я понял стратегии, читая вашу книгу. Я и деньги. По-моему, он неправильно сделал. Поэтому, честно, на нас злиться. Я скоро собираюсь продуктовый магазин открыт. У меня почти все готово, но он мне угрожает. Все испортит. Я не местный, сам из Узбекистана, но хотел в Казахстане открыть магазин. Ответьте, пожалуйста, как мне поступить. Послушайте мне внимательно. Если ваш шеф угрожает вас, говорит о том, о том, о том, пусть он докажет вам. Не переживайте за то, что он вас угрожает и так далее. Угрожает без основания. Это тоже уголовное дело. Понятное дело, что вы не местный человек, поэтому он себе так ведет. Это понятное дело. Хорошо, чуть-чуть уезжайте подальше. Потом открывайте себе бизнес. Почему он думает, что это вы все испортили? Если он сам плохой руководитель, он дает вам задание и выделяйте, запомните всегда, до мелочей ответственный руководитель. За любой результат ответственный руководитель. Понимаете, кто руководитель, то и ответственный. Даже если туалета не хватает или вовремя не убрано, и нет туалетной бумаги, за это ответственный руководитель. Потому что он не те кадры подбирал, не те программы составил, не ту систему наладил, которая работает. Поэтому если ваш шеф не понимает бизнес, вы ни при чем тут в этом вообще. Поэтому если вы их боитесь там в этом городе, идите в другом городе, открывайте бизнес. Вот и все. Если с ним у вас не получается, идите дальше по-другому. Откройте в другом месте и работайте, зарабатывайте. Не бойтесь, никто вас не может ограничить. Если он оскорбляет вас, угрожает вас, это точно уголовное дело. Здравствуйте, уважаемый Санурор Раджавич, меня зовут Виктор. Хочу создать денежный поток, инвестировав в недвижимость. Есть небольшое накопление, 40 тысяч долларов. Подскажите, пожалуйста, как правильно подобрать подходящий объект, а также как правильно провести анализ. Есть очень много вещей. Первый, вы должны четко понимать, какой в недвижимости надо инвестировать только в том случае, если у вас есть конкретный план. Нельзя недвижимости инвестировать только потому, что она дешевле вам досталась или кто-то отказался от этой недвижимости, вы хотели его приобрести и так далее. Не надо купить недвижимость только потому, что владеть его. Поэтому вы должны определить для себя, какой ваш план. План по недвижиму бывает, три основные задачи. Первый, вы хотите капитализацию, то есть вы покупаете, потом держите, держите на недвижимость, подорожает, вы его продаете. Или второй, вы покупаете, построите денежный поток, аренду сдаете. Или третий, вы его покупаете только, чтобы просто держать деньги ликвидными, чтобы занятые они стояли, чтобы потом, когда надо, чтобы вы могли его продавать, чтобы сохранить деньги, чтобы не обесценивались купюры. Обычно бумажные деньги обесцениваются и так далее. Поэтому у вас какой план? Если вы хотите денежный поток строить, приобретайте, пожалуйста, недвижимость, город возьмите, центральное кольцо, второе кольцо, третье, четвертое, пятое, разделите город. Если вы хотите, чтобы денежный поток аренда сдавать, берите небольшой, именно втором кольце. Золотой кольце не надо, потому что она и так очень дорогая. Второе кольцо это нормально, вы будете нормальный денежный поток построить. Но если вы хотите капитализацию создавать, например, покупать, чтобы и аренду сдавать, и потом со временем подороже продавать, тогда покупайте, город возьмите, по карте изучайте, где третий, четвертый кольцо, там покупайте, именно в третий, четвертый кольцо, но именно в ту сторону, где город расширяется. Идите, ищите, пожалуйста, посмотрите сайт администрации города или зайдите, архитектура администрации города, спрашивайте, в какой стране город развивается, именно в ту направлении, где расширение идет города, вон в этом направлении приобретайте, пожалуйста, жилье, то есть либо недвижимость, либо жилье, либо офис, либо чего-то, выложите, инвестируйте деньги, она год за годом будет подорожать 15, 20, 30 процентов, иногда 50 процентов подорожает в год. Вот, вот потихонечку, таким образом вы можете заниматься и капитализацией, и это, да, а теперь, как делать анализ, очень важно, 100 вариантов рассматривайте, мой совет к вам, 50-100 вариантов рассматривайте, тогда вы найдете именно недвижимость, которая в районе 20 процентов ниже рыночного рынка, покупайте только то недвижимость, которое на 20 процентов ниже рыночного рынка. Какие недвижимости бывают такие? Недооцененные активы, недооцененные недвижимости, либо хозяева или, можно сказать, хозяева в другом городе живут, они хотят от него избавиться, у них нету время здесь сидеть, с ним возиться они не хотят, постоянно летит туда-сюда, поэтому они с удовольствием будут продавать. Второе, вы со стороны видите, что недвижимость очень грязная, необхоженная, неухоженная и так далее, это все есть недвижимости, которые недооцененные, либо у человека денег нет, чтобы это все делать и так далее. Когда делите анализ, фокусируйтесь на эти показатели, очень важно, что вы приобрели недвижимость на 20-30% ниже, чем рынка, тогда вы его чуть-чуть упорядочите и продадите в любой момент, и она будет ликвидна для вас. Следующий вопрос. Здравствуйте, уважаемый Санур Раджабович, я врач-стоматолог, решил открыть клинику в Астане, без какого-либо бизнес-плана, арендовала клинику на 4 кресла, работала, набирала сотрудников, через 4 года упорного труда вышла в плюс. В течение этого месяца поняла, что вся клиника держится на мне. Резко упала прибыл, количество пациентов уменьшилось. В этом году мне продали свою квартиру и решили с мужем вместо квартиры купить аппарат, компьютерная томография. Муж у меня тоже врач, во всем мне помогает, но в денежное дело не может до конца выникнуть, как и в бизнес-процессе. Благодарю, Сауле. Дорогая Сауле, я помог многим людям, которые занимаются стоматологией и так далее. Вы не первые, кто этим занимается. У меня есть ученица именно Уральской Зауре, которая начиналась с трех кресла. 14 лет она занималась до встречи со мной этим. Сейчас у нее два большие клиника. Сейчас мы Аллах да спланируем еще увеличивать подэтапно и так далее. У него были все эти проблемы, которые вы мне говорите. Но за 5 секунд или 2 секунд по рубрикам на эти все вопросы вы ответ не получите. Вам надо два вещи, которые я рекомендую. Первый, либо попасть на моем мини-мастер-класс для предпринимателей, вы решите все эти проблемы. Мини-мастер-класс для предпринимателей. Либо на часовую консультацию. Вам достаточно один или два часа консультации, чтобы решать все эти проблемы. Вот, потому что у вас море проблем. Понимаю, поймите правильно, это море проблем. Но то, что вы, конечно, вопрос задаете, что вы сделали бы, продавали бы эту клинику или вы продолжали бы пойти за свою мечту. Я бы продолжал пойти, я упорядочил бы, это же бизнес. Вы 4 года работали, вы уже определенную клиентуру набрали. Я бы просто продолжал бы этот бизнес, только наладили бы его правильно. Вот и все. Я бы продолжал бы этот бизнес, потому что это хороший бизнес. Вот. Так что, вот мой совет, истинный совет вот это, Сауле. Пожалуйста, старайтесь попасть на мой мини-мастер-класс, либо постарайтесь попасть на пару часов на консультации. Я вам распишу стратегу, мы с вами обдумаем, как детально все это делать. И у вас бизнес нормальный бизнес, прибыль не станет и так далее, вы его поднимете. Хорошо? И избавьтесь из этого всей долги, и нормально будет все. А если в противном случае у вас будут еще большие проблемы. Почему? Потому что я вижу, что вы 9 миллионов тому, 8 миллионов тому и так далее. Вот долги будут расти, расти. День за день они будут расти, зарплатами их собрать, отдавать. Это тяжело, тем более вы жилье продавали. На квартиры теперь еще расходы больше. Вот так. Следующий. Я из Казахстана, у меня долг превышает 6 миллионов тенгей. Я прочитал вашу книгу «Дальгитая на глазах». Вопрос. Квартиру взял в долг. Основной долг – это квартира. В ней продать или рассчитаться? На долг висит уже больше года. Но долг висит уже больше года. Если вы ипотеку покупали, до этого вы арендовали жилье. Например, скажем, что вы до этого арендовали жилье, и вы уже купили квартиру, ипотека получается, и вы раньше арендовали. Если сумма ипотека равна сильной сумме, которую вы ежемесячно за аренду платили, тогда не надо вам продавать квартиру. Не надо. Просто продолжайте. А если даже сумма, которую ежемесячно платят за ипотека, она чуть больше ежемесячной аренды, которую вы платили бы. Вам же где-то жить надо, все равно на улице же не будете жить. Таким случаем тоже не продавайте. Но если вы видите, что ежемесячная оплата банку, она 3-5 раз больше, чем ежемесячная аренда, тогда продавайте. Продавайте тогда. Хорошо? Если там 50% дороже, или там, не знаю, чуть-чуть небольшая разница, или хотя бы 2 раза дороже, тогда поставьте цель зарабатывать больше, чтобы у вас был хороший доход, чтобы легко могли оплатить. Дорогие мои, ставьте лайк под эту рубрику. Рекомендую своим друзьям, знакомым нашу рубрику. С удовольствием я готов ответить на все ваши вопросы. А теперь пора прийти на практики. Теперь, пожалуйста, посмотрите внизу и на комментариях. Пишите 3 конкретных совета, что вы получили из этого рубрика, и что вы будете практиковать из того, что сейчас я только что говорил. Что из них вы будете практиковать? Пишите комментарии. Я отвечу одному человеку. Я думаю, что похожие вопросы могут быть у многих. Поэтому внизу пишите 3 важные вещи, что было для вас очень полезно из этой рубрики. Спасибо. С вами был Давыд. Целью, чтобы помогать большее количество людям.